Дорогие наши верные друзья, слышно меня? Видно? Ну, видно, Бог с ним. А слышно? Поставьте плюсики, если всё в порядке у нас с вами. И быстренько тогда в путь. Слышно, дорогие друзья? Не реагируете? Не реагируете? Поставьте плюсик, если слышно. Продолжать мне или нет? Не поняла. Не поняла. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Извините, пожалуйста. Не поняла тоже. Боже. Ну ладно. Всё. Итак, спасибо. Дорогие друзья, видите, сегодня достаточно узкая тема, но в то же время и из-за того, что мало времени, и мне хотелось сконцентрироваться всё-таки на одной группе тогда орфограмм и согласных. И причём, как времени не так много, то я предлагаю сегодня исключить те орфограммы безударно-гласных, которые не проверяются, а просто запоминаются. Я имею в виду безударно-гласные – это постоянного написания приставки и словарные слова. Итак, вперёд. Почему такой слайд? Ну, это всё просто, потому что это сразу нам задаёт тон, а как мы будем работать с орфограммами. И если ставится задача не только перед Занковской системой или Давыдовской системой развивающего обучения, а сейчас эта задача ставится перед всей Российской школой, то тогда как мы можем выйти на развитии ребёнка? Через формирование только функциональной грамотности. Какой грамотности? Действенной. Я имею сумму какой-то знаний и умений, и я умею воспользоваться ими в новой ситуации, в новой и незнакомой ситуации. Буду проскакивать мимо каких-то вещей, вы потом, если вас заинтересует то, о чём я говорю, вы просто просмотрите все эти слайды, они будут висеть естественно. И вот здесь я выделила чёрным цветом то, что касается сейчас нас с вами. Для чего мы будем осваивать орфографию? Не как самоцель. Вот сразу надо дать установку, как я рассматриваю орфографию. Это средство. Средство нашей речи. Чтобы я была понята и чтобы я понимала другого человека. И вот это вот самое главное её место. Это средство для речи. Средство моей социальной жизни. Адекватной социальной жизни. Итак, каким способом будем мы это делать? Осваивать языковые знания в ходе самостоятельной деятельности. Уметь их использовать в новой ситуации. Приобретать опыт решения проблемных заданий. Вот это очень важно понять. Итак, орфографические навыки. Ещё раз подчёркиваю. Это одно из средств решения задачи обучения русскому языку. А это вам известный слайд. И вот я выписала те орфограммы, какие есть у нас по программе 15-го года. Пока ещё новых не было. Поэтому я останавливаюсь на этих орфограммах, так как не было новых ГОСов. Их всего, как вы видите, 19 штук. К разным я выделила то, что относится к безударным гласным. А всего их 19. Но работать с этими орфограммами можно по-разному. Их можно превратить, например, из 19 в 180. Вот вы видите, да, вот я из публикации это взяла. Как можно работать? Как тренажёр? Отрабатываю, разделяю. Все орфограммы делю на под, как бы, орфограммы. И начинаю отрабатывать каждое отдельно. Ну вот даже чуть-чуть – это отдельная орфограмма. А чаще – это, оказывается, отдельная орфограмма. Ну, так же, как и жиши – это вот отдельная орфограмма. Так же, как и большая буква. Можно идти таким путём? Можно. Так же, как и в музыке. Конечно, и там можно пойти, например, посадить семилетнего ребёнка, чтобы он целый год отрабатывал гаммы, 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 гаммы. Он заводит уже на пятое занятие. Это же ясно совершенно. И поэтому пути могут быть разные. Но орфограмма может войти только в руку, если она множество раз там была. И вот эта множественность раз, орфограммы в руке, можно организовывать по-разному. Предлагаю как? Через... Кто меня уже слышал, знают эту таблицу. Вот именно опираясь на неё, я сегодня с вами и буду разговаривать. Итак, посмотрите. Самое главное в работе с орфограммом, в любом направлении, математика, окружающий мир, литература русская – это системность. Это самое главное. Чтобы в работе была системность. Вот это. И вот я и придумала такую вот... такую таблицу, которая мне показывает, на какой теоретический материал опирается та или другая орфограмма. И вы видите, практически все орфограммы опираются на красное – это фонетика, графика, опираются на состав слова – это зелёное, на понимание, что такое, что скрывается за таким понятием языкознания, как части речи. И, наконец, предложения. Это вот все орфограммы окончаний. Ну, не только окончаний, конечно. Предложения и знаки в конце предложений, прочее, прочее, прочее. Но сегодня вот мы концентрируемся на... ой, как время... именно на гласных. Это... сейчас не вглядывайтесь. Ещё раз повторяю. Когда заинтересует, всё посмотрите. Это направления моей работы, которые по формированию орфографической грамотности, которые я воплощаю в учебниках по разным, по разным направлениям. Я буду к ним обращаться по ходу разговора об орфограммах. И вот первая орфограмма – это усвоение... вы видите же ши-ча-ча-чу-чу. Вот этих сочетаний. На что они опираются? Сбук. Увидите два красных круга, да? Это первое. Надо различать гласные и согласные. И второе – особенности шипящих звуков. И вот здесь, на этом слайде, и показано, как мы различаем гласные и согласные. Конечно, это начинается с самого начала, а с буки, безусловно, как у всех, в общем-то. Единственное, что у меня в начале всё-таки даётся различение гласные и согласные, а уже потом слог. А обычно почему-то даётся наоборот. И вот как только я ввожу гласные и согласные на 11-й странице, вот это понятие их будет сопровождать до конца четвёртого класса. Это естественно. Потому что в азбуке при введении любой новой буквы и её звука вы опять будете обращаться к гласным и согласным, естественно. А потом в учебниках, в любой орфограмме, я вам показывала таблицу, буду к ней ещё обращаться, вы всё равно обращаетесь к фанатике. А к фанатике самое главное развлечение во всех орфограммах – это гласные и согласные. Так что уже где-то ко второму классу это знание, в общем-то, формируется уже у всех. И они различают гласные и согласные. А в процессе обучения грамоте они ещё долго будут, всё очень по-разному и будут долго мучиться. А уже конкретно совершенно им необходимо в период обучения грамоте, гласные и согласные, кроме букв и звуков, я имею в виду введения, это при ударении в слоги. Что мы и делаем. Затем второй круг, вот я здесь его, это знать надо особенности согласных. И мы всегда это делаем, сравнение. Какие два принципа, собственно, это сравнение. То есть нахождение что общего и что особенного в этих буквах. И вот вы видите, я могу ры-ри, вы-ри, зы-зы, и вдруг железобетонное, жа-жи-жу. Здесь уже никуда ты не денешься, всё равно это будет твёрдое согласное. В любом случае, в любом случае, в любых сочетаниях. Вот это общий принцип сопоставления, сравнения и обобщения или разведения. Вот вам деятельностный подход. Сразу получается у нас с вами тогда деятельностный подход. Я творчески подхожу, я всё время сравниваю, обобщаю, разделяю. Нахожу общее, нахожу особенное. И здесь вы можете посмотреть, естественно, когда мы ещё вот второе... Тогда, когда вначале вводим только букву Ж и её звуки, вот мы наблюдаем здесь. Когда вводим букву Ш, то здесь уже вместе их наблюдаем, и они обобщаются у нас. Когда йотированные, йотированные показатели мягкости, до этого они знали, и показатели мягкости. Вот, а теперь сталкиваем всё. И четвёртые в азбуке, когда, ну это особенно, когда ярко это проявляется, когда мы вводим всегда мягкий, чище. И тут опять сталкиваем. Вот они всегда мягкие, и вот они уже изученные, всегда твёрдые. И таким образом мы всё время возвращаемся к изученному. Ну и творческие, конечно, задания, вы уже видите это внизу. Надо будет, я ещё раз повторяю, вы всё сможете посмотреть. И вот, наконец, введение, вот эта орфограмма в первом классе. Мне нужно это слово. Да пусть они его хоть полгода не будут сами употреблять. Это же не имеет никакого значения. Вы сами скажете это слово. Но оно очень нам помогает. Ну сколько можно описательно это говорить? Ну там, да, вот, опасное место, ещё что-то. Но давайте говорить человеческим языком. И когда усвоят, тогда усвоят. Мы говорим, это опасное место. Это и есть орфограмма. Оба слова вводим. И вот они в одиннадцатом упражнении через руку понимают, что такое опасное место. И в то же время, друзья мои, да, здесь через руку, посмотрите на одиннадцатое упражнение. И я вам специально дала девятое и десятое, где они наблюдают вот это расхождение в группе согласных и в группе гласных букв. И прочитаю слова. Москва. Я не задумываюсь, вставляю его. Флаг. 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 Не знаю. Флаги тут же сталкиваем. Да, спокойно. И вот это задание, где мы будем дальше проводить в первом классе и даже во втором, в начале второго класса, я буду в упражнениях пропускать не только орфограммы, но и не орфограммы, чтобы рука сразу, мозг, рука, да, и чтобы рука сразу поняла, вот здесь мне страшно, нет, нет, здесь опасно, а вот здесь нет. И вот при этом сравнении как раз и идет, вот формируется вот эта орфографическая зоркость. У вас сто разных упражнений есть и способов формирования орфографической зоркости. Это один из них, не вместо всего, а один из способов формирования орфографической зоркости, когда мы пропускаем не только орфограммы, но и не орфограммы. И вот теперь мы въехали уже во все, во все, во все орфограммы. Дальше, тема эта какая, вот я вам эту показывала, тема наверху, обратите внимание, речусная письменная. Каждый учебник начинается вот первого класса речусная письменная, второго, третьего и четвертого классов, что нам надо для общения. И вот тогда у нас получается, понимаете, что все вот эти средства языка, я имею в виду грамматика и орфография, они, мы задаем этот тон заголовком темы, они нам всем нужны только для того, чтобы быть понятыми. Еще и еще раз об этом, понимаете? Вот почему так формулируется. И вот здесь, например, вот обратите внимание, для чего мы это, вот мы изучаем и продолжаем же, ши, чаща, наблюдать 13-е, 14-е. И обратите внимание на 14-е. Сейчас, если мы концентрируемся на этой орфограмме, то я такие орфограммы выделяю полужирным и в задании в самом. Будем изучать, вот, например, те, которые особенно надо на запоминание, это приставки, например, и как только будем их изучать, я буду время от времени, вот здесь главное не переборщить, главное вот здесь не сделать слишком навязчивым, чтобы это не было навязчивым. Буду полужирным выделять эти приставки, и они будут просто по частотности, и они видят, 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 и усвоят их написание потихонечку. Ну, конечно, и специальные упражнения, это безусловно, это как дополнение такое. И вот это все нам нужно для письменной речи. Вот орфография здесь, в этой теме нам нужна для письменной речи, и они все время анализируют, что нам надо для устной речи, а что нам надо для письменной речи. В 14-м посмотри на себя со стороны, ты умеешь слушать одноклассников, как ты возражаешь? То есть не упускаются обе стороны речи. Вот, шипящие, это уже мы вводим, опять вводим через что? Я здесь вот подробнее для того, чтобы вы поняли принцип, что через речь, через слышание, вообще всю фонетику надо слушать, слушать, слушать. И, конечно, если эта орфограмма сверяет с написанным, а вообще слышать надо фонетику-то. И вот мы слышим, 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 в 91-м сравниваем, опять сравнение, опять сопоставление. И тогда уже в 93-м они могут сами сформулировать это правило, которым они мучаются уже в период обучения грамоте. И вот здесь тема проверяемая безударная гласная. И мы здесь выходим тогда на двойную вот эту орфограмму. Ознакомление с предлогом, форма образования и здесь форма числа изменения по вопросам. Вот, вроде бы другая тема, но так как у нас появляется возможность вот здесь в 86-м упражнении нам нужно это сделать. Их было, опять у нас идет там единственное множественное число. Ну уж я и придумываю тогда текст такой, чтобы они опять поработали достаточно давно уже бывшей этой орфограммой. Чтобы они это имели в виду. Ну и вот вы видите 146-е упражнение, когда они ставят ударение. Оказывается, это орфограмма безударения. Вот, кстати говоря, это и есть трудность. Что это ударная вообще-то, если это одна орфограмма, то она ударная. В этом и трудность, что пишу, как слышу. Поэтому с ней надо работать подольше и не бросать ни в коем случае до четвертого класса. И вот форма слов. Если мы изменяем форму слова, я опять беру такие слова, для того, чтобы они могли повторить эту орфограмму. Когда еще мы обращаемся к этой орфограмме? И Э после Ц. Когда ОЕ в окончании существительных. Вы скажете, а зачем это вообще в начальной школе? Это действительно, друзья мои, не орфограммы начальной школы. Почему? В пятом классе на эти орфограммы один урок. Что мои любимые дети будут делать в пятом классе, я не знаю. Если такая труднейшая орфограмма, как И и после Ц, один урок. Поэтому здесь я в программе и набираю эти темы курсивом. Они не обязательны для начальной школы. Но я хочу их познакомить и здесь опять столкнуть с тем, что обязательно нужно. То есть нашими шипящими. Точно так же вы видите его там, где ОЕ. Вот чучело. Вы посмотрите, 4.64 упражнение. Опять точно так же. Сталкиваюсь с тем, что обязательно нужно. Мягкий знак после Ц и так далее. И вот мы переходим к следующей орфограмме. Опять напоминаю вам, а какая следующая орфограмма? Проверяемая безударная гласная. Проверяемая безударная гласная. Вот она уже вошла в состав слова, потому что это ведущее. Это главное, что здесь. Потому что фонетика вроде как уже подсобный материал. И вы увидите, что здесь надо. Вот посмотрите наверху. Буквы зелёной в корне, в корне слова. Безударная. Ударность, безударность. Гласная. Гласные, согласные. Но самое главное. Вот это всё мы можем с вами, употреблю ужасное слово совершенно, но скажу его, отработать. Они могут. Мы можем их научить находить корень. Мы можем научить их безударные и гласные. И этому мы можем научить. И вот главное действие. Проверяемое ударением. И быстрый пример, который на языке, не буду его заменять. Диктант. Ребёнок диктует слово вода. Рядом со мной сидит ребёнок, он поёт. Водичка. Водяной. Вот это относится ко всем. Орфограммам, проверяемым ударностью в корне. Вот ко всем орфограммам. Я должен подбирать. Ребёнок владеет способом. Знает правила. У него достаточный словарь. И он никак не может выйти на проверочное слово. Почему? А не только. Девочки, вы часто мне пишите, что здесь самое главное, что у них маленький словарный запас. Да не только. Словарный запас. Вот плохо, мало читают. Но ведь, когда я читаю, я приобретаю пассивный словарь. А мне-то для проверки безударной гласной нужен активный словарь, который на языке у меня уже, которым я владею, то есть нужно разговорить детей. Для того, чтобы они работали с орфографией, дети должны говорить. У них речь должна стать богатой. А это бывает только во время говорения. А они разговаривают хорошо, если две минуты за урок. Вот. Поэтому мы создаем такие условия, чтобы они на уроке как можно больше говорили. Но это особый семинар, конечно. Особый вебинар. И вот. Я почему дала это? Дорогие друзья, ко мне обращались учителя, что вот бывает, ребенок упустит какую-то орфограмму, но не получается у него. И я тогда решила. Ну, сделаю я такую еще тетрадку. И мы с Воскресенской решили сделать такую тетрадь для 1, 2, 3, 4 класса. Это не реклама, а я по ней могу вам показать просто емко, что я делаю в учебнике. Вот почему я дала этот слайд. Мы сделали тетрадку. Я пишу грамотно, понимаю, делаю. Понимаю, делаю. Вот я не умею писать все время ошибки на безударную глазную. И мы вот там в этом параграфе, который называется буква безударных глазных в корне, проводим через те этапы, но в интересных заданиях. Там много рисунков. Они разнообразные обязательно должны быть задания. Обязательно разнообразные, а не долбежные. Вот. Что они делают? Я вначале проверю. Я умею подбирать родственные слова и формы слов. Мы даем веер, он их просто подбирает. Я выбираю среди, ну, вы понимаете, синонимы, амонимичные корни. Я умею находить ударный и безударный, гласный в корне. То есть я здесь и корень должен найти, и там ударный и безударный. А теперь объединяем в третьем. Умею находить и безударный гласный, не подбирая проверочные слова. Я умею писать слова, вот четвертый только пункт. А в пятом пункте я себя проверю. И здесь же вот и эта проверка себя. И вот так построена абсолютно все работа со всеми орфограммами в этой тетради. А в учебнике это все распределено. Вот вы уже поняли, пожеши. И вот я выхожу на безударную гласную, и я ее очень быстро сейчас просто проскочу, потому что вы уже поняли принцип. С обучения грамоте начинаем наблюдать родственные слова, амонимичные, как вы видите, море-мороз, моряк морской. Но это уже четвертая тетрадь. Идем туда постепенно. Вы видите, что я дала ей третью тетрадку. В азбуке только-только сонорные начали читать. Послушай, везде есть абсолютно, вы видите и в прописях, и в азбуке есть методический аппарат. Послушай, почему пишешь слово послушай? Потому что они читают еще орфографически. А вы должны прочитать. И тогда только они сверят с написанным. Послушай, как произносятся слова в первом столе. Посмотри, как они пишутся. Назови букву, которая не соответствует звуку. На-ра, а-но-ры, и-ы. И так вот они даже в период обучения грамоте еще, они увидят, что и и у, ну, в общем, не меняют свои, они не опасны. Они не меняют своего звука. Пропедевтические задания об однокоренных словах. Тоже начинается с азбуки. И вот в конце уже азбуки, вы видите, какие задания. Я выделяю корень. Конечно, в период обучения грамоте начитывание однокоренных слов легче начитывать однокоренные слова, чем разные слова для того, чтобы формировать навык чтения. И мне это помогает сразу в двух вещах. И формирование навыка чтения, и в то же время выхода на какие-то другие разделы русского, уже русского языка, для того, чтобы вот препедевтически ничего не зубрим. Просто смотрим и слушаем. Извините. Только смотрим и слушаем. Все. Да, скажу, корень, а вы же рисуете дерево и корень, из которого потом лепесточки все эти растут, и веточки. А вот так вот, одинаковые слова. Простите, общая часть слов. Общая часть слов. Вот и все. Корень. И непроизвольно просто употребляете. Чем различаются слова? И вот опять выносим, мы уже знаем эту орфограмму, и дальше опять препедевтические еще знания. Это орфограмма второго класса. А в начале второго класса еще будут вот такие пропедевтические задания. Посмотрите. Здесь вот тринадцатое, обратите внимание. Ну, слышите, как я тороплюсь. Родственные слова. Корень. Сравнение звуков сильной и слабой позиции. В гнезде, в гнездышке. В норе, в норке. Ее в корне. Озеро, озеро, гнездышко, гнездо. Подбор проверочного слова. Гнездо, гнездышко. И вот здесь вот такие вот появляются. Запиши только родственные слова в 20-м. Посмотрите, перо, перышки. Докажи, что здесь написано 6 слов. Составь. Отметь слабые позиции гласных и согласных звуков. Где они слабо слышатся, где они плохо произносятся и не соответствуют написанию. Вот и все. Набираем. И вот мы вводим родственные слова, форма слова сразу. На рисунки. Посмотрите. Вот три рисунка. И вы следите и сами бегайте по этим рисункам. Каждому столбику под переподпись. Напиши их в столбик соответствующей цифрой. Я смотрю на первый рисунок. Дуб. На второй. Дубок. Я перевожу глаза на третий. Я перевожу. Это разные предметы. Я перевожу глаза на третий. Дубок. Рядом с первым столбиком слов. Напиши в столбик краткие ответы на вопросы. Что нарисовано под номером один? Дуб. Пишу я. К чему летит птичка? К дубу. Они не умеют писать раздельно, поэтому я даю схему. Вокруг чего ходит кот? Вокруг дуба. Я все время смотрю на один и тот же предмет. И дальше просто вопрос. Где написаны родственные слова? Он уже слышал это понятие. Нет, еще как термин. Еще как термин. Оно еще не понятие. А он слышал только как термин, как слово. А где разные формы одного слова? И вот здесь при сравнении. И дальше вы посмотрите. Дорогие друзья, зачем я это даю? Самый очень сложный разбор. В русском языке очень много чередований в корне, в суффиксах даже. Очень много всех чередований. И поэтому обращайтесь к словарю. К какому? И вот вы видите, там были плашки. Я вам показывала вот такие розовые. Здесь вы видите такие же вот плашки. И что это такое? Ребенок для того, чтобы работать с орфограммами, нужно знать, в какой части слова она находится. Поэтому разбор очень нужен. А у нас разбор появляется только в том месте, где мы даем, что такое части слова. Все. Только в определении. Он не видит разборов. И поэтому, начиная со второго класса до конца четвертого, вот такие плашки сопровождают все мои учебники. Докажи. Какое задание к ним? Докажи, что здесь разобрано правильно. Докажи, что «иц» наверху действительно суффикс. И он должен сделать обратный. Он всегда раздевает слово для того, чтобы самому разобрать его. И он вот расчленяет как бы слово на части. А здесь он делает обратное действие. Он его расчленяет для того, чтобы доказать, что правильно разобрано слово. Он уже видит это правильно. И чем больше он видит, тем правильнее он будет делать. И вот словарь, который я вам очень рекомендую, он по алфавиту составлен. И в нем очень, гораздо больше слов, чем в его же словаре, словообразовательном школьном словаре. А потом нам не нужен словообразовательный. Мы же не на морфемы, а не занимаемся словообразованием, где, например, столица будет разобрана совершенно им по разуму в этих двух словарях. И вот правописание безударных глаз, а в корне слова. И я вам пишу. Эта тема у меня идет со 130 до 149 упражнений. Прошу прощения. То есть 19 или 20 упражнений есть. С чем мы работаем здесь? Формы слова, однокоренные слова и синонимы. Слова с аминемичными корнями. Слова с непроверяемыми. Мы обязательно сталкиваем. Опять столкновение, сравнение с непроверяемой буквой гласного в корне. И двойная орфограмма, то, о чем мы говорили, когда говорили о жиши, чаща. Это живые часы и так далее. Это вы все посмотрите, дорогие друзья. И обязательно в текстах. То есть главный материал в учебниках, это, конечно, текст и жизнь слов, их смыслов и их орфограмм в тексте. Вот это очень важно. И вот здесь, например, сколько орфограмм пропущено? 14 или 3? Обобщение. Нет, здесь 14 орфограмм. У тебя здесь пропущено 3. Не страшно. Обобщаю, осознаю. Самостоятельно. И вот я вам даю сравнение с другими корневыми. То есть теперь у нас вот это безударное гласное в корне пойдет работать уже на осознание других корневых орфограмм. Сравнение, сопоставление. Вот посмотрите 153 задание. Он уже знает, как проверять безударное гласное. Да, масса, да. Это уже известно. А посравни. Сравни, как обувь, зуб и так далее. А вот теперь сравни прописание непроизносимых согласно в корне. Как она, как гора, дуб, который они уже знают. Вы видите, какая разница в нумерации, да? Как гора, дуб проверяются, известные тебе, а как сердце. И вот они сравнивают, я умею. Это новая орфограмма, я все знаю. Я это умею делать. Вот. Это можно мне миновать. И вот мы переходим, наконец, слава богу, в другой орфограмме. Это уже орфограммы окончаний. Это уже орфограммы окончаний. И вот я вам сейчас покажу. Это вы видите предложение внизу. Самая первая орфограмма, и там море, просто море вот этих кругов. Что за этим скрывается? Вот обратите, пожалуйста, внимание. Безударная, первый гласный. Гласного, второй красный. В окончании состав слова. Имени существительного. Прямо по пальчикам считайте. Я должна выделять имя существительное среди других слов. Имя существительное. Дальше что? Число. Дальше. Род. Склонение. Подежь. А чтобы установить подежь, я должна установить, чтобы определить подежь, я должна устанавливать связи слов в предложении. Это желтый круг. Это уже синтаксическая связь. Несмотря на то, что я использую морфологический, в общем-то, вопрос. Из морфологии вопрос. Так вот, дорогие друзья, и посмотрите, я вам показала вот эти шаги. Это для вас. Это для вас. Какой здесь способ проверки этой орфограммы? Обязательно знание теоретической основы этой орфограммы. И я вам ее показала. И я ее распределяю. С обучения грамоти, вы теперь видите, да? До третьего класса все это распределяется. Поэтому в третьем классе у нас будет только уже, естественно, склонение и подежь. Больше у нас уже и к склонению, и к подежу я подготовлю уже. Уже подготовлю. Они сами будут делать открытие этих новых для них понятий. И, вы знаете, еще проверяются сильные позиции. Ну, это, в общем-то, лукавство. Я не знаю вот этой сильной позиции, дорогие друзья. Ну, сами подумайте. И для того, чтобы я подобрала правильно слово, ну, какое там... Ну, вот, например, могу сказать. Слово «река» может быть проверкой к слову «к», допустим, у тетради... У кого чего? Нет. К чему? К тетради. Ведь для того, чтобы определить «к реке», к тетради, я должна уже пройти по всему этому ряду кругов. И потом в конце вспомнить проверочное слово и подобрать его. Понимаете? То есть я все равно слово-то проверочное. Как бы я его ни зубрила, оно должно подходить по всем этим показателям, которые я говорю. Но я в учебнике даю оба способа. Оба. Потому что дети разные, вы разные. Кто какой любит способ, тот из учителей, тот и возьмет такой способ. Вот эти шаги – это для вас. А я уже... И вы можете тогда детям сказать, «Ребята, опять у нас что-то безударные гласные в окончании существительных были в диктанте ошибки. Давайте-ка посмотрим, что мы не делаем». И вот в той тетрадке как раз, о которой я вам говорю, по орфографии, там это все в сконцентрированном виде. А здесь вот по кругам вы и пройдете. Так, давайте-ка напишем. А мы умеем вообще выделять-то вот эту безударную гласную в окончании? Сделали маленькую работку. Да на семь слов. И все, по всему класс. Быстро. Это две минуты. Так, это мы сделали. А мы умеем вот находить у имени существительного то-то, то-то, то-то. Ну, весь класс. А тогда что у нас? А мы еще не можем все это вместе. Вместе все это собирать для того, чтобы определять. И вот эти новые понятия – склонение и падеж – конечно, им нужно два года для этого. Вот почему так трудно идет афаграм по глаголу, глаголу, потому что очень мало времени для ее. Поэтому вот я и распределяю там материал тоже. Так, теперь бегом. Вы поняли уже принцип. И вот теперь бегом. Я даю сразу всю панораму склонений. Всю панораму склонений для того, чтобы они увидели. А потом, конечно, работаем отдельно с каждым. Но уже я могу работать. Понимаете, не изолировано на уровне тренажера. А я могу сопоставлять и сравнивать. Я работаю с первым склонением, а в это время сравниваю и имею в виду, что у меня перед глазами вот эта таблица. И со вторым, и с третьим. То есть я уже работаю на второе и третье склонения. Понятно это, да? Итак, многократные возвраты к словам. И самое главное открытие, я бы сказала, всех замковских учебников, это многоаспектность заданий. Многоаспектность. И вот здесь, например, в этой теме, о которой мы сейчас говорим, вот в этом маленьком тексте Козлова, это одно предложение, вы можете себе представить, которое он написал почти только из имен существительных. Из 13 слов самостоятельных частей речи, включая заголовок, здесь 10 существительных пишу я. С восклицательным знаком. Как можно без знания окончания связать эти слова в предложении? Но никакой смыслы. Зачем мы это делаем? И, конечно, тут будут идти очень хорошо вот такие задания, когда мы составляем с вами предложение и слов данных в начальной форме. Далее. Вот оно, все сходится. Посмотрите 420-е упражнение. Это все еще идет ими существительное. И это обобщение будет идти во всех смыслах. И по грамматике, и по орфографии. Прочитайте слова и запишите их в три группы с орфограммой, в корне, в приставке и в окончании. Вот она, перегруппировка произошла. И как мы здесь проверяем? Как мы здесь проверяем? Мы все время действия у нас, у нас самостоятельная, у нас функциональная грамотность. Просто у нас просто функциональная грамотность. И все время столкновения. И вот обратите внимание на правую сторону. Что сталкиваем? И все время ли это столкновение? Второе, третье склонение, слова на мягкий знак. Первое и третье, женский род. Первое склонение, женский и мужской род. Все время столкновение, сравнение, общее, особенное. Общее, особенное, самостоятельная деятельность. Только через самостоятельную деятельность можно что-то усвоить. Но я же не могу научиться вязать, если я не вяжу. Это точно так же. Так, это посмотрите. И вот этим я хотела как раз подчеркнуть, друзья мои, что безусловно, все идет это только на текстах. И вы увидите, какие, например, в теме изменения имен существительных по падежам. И, конечно, мотивация. И вот если говорить о падежах, была в Дагестане, когда мы еще ездили в командировки, в Дагестане была. И вот там вы можете себе представить в одном из языков народов Дагестана 50 падежей. И десятый больше падежей. Ну так шесть-то это, как они выражаются, легкотня просто. И мы переходим к именам прилагательным. Опять я иду от этой таблицы. Она у меня здесь как бы и границы, я уже понимаю, сколько мне осталось. И в то же время я именно на нее опираюсь, когда я работаю. Или с громад... То есть с языковой системой. Вот полностью вся языковая система. Это там же с 1 по 4 класс. И теории, и практика. И вот что самое главное. А для чего нам части речи? И вот вы посмотрите. Берестов, чтобы описать вот этого полководца, полководца, горе полководца, он использовал 11 имен существительных. Это к тому, что некоторые учителя, конечно, не вы говорите, что такое прилагательное. Это красивые слова. Ну что значит красивые слова? Вон, оказывается, для Берестова красивые слова, имена существительные. Видите? А Лунин, это соседние упражнения, вы видите, для того, чтобы описать жирафа. Он использовал 7 прилагательных. Вы представляете, на прилагательных. Сколько здесь? 7, по-моему, я уже забыла. И чудо, конечно, чудо здесь, и рисунки тоже чудо. Для чего? А мы, мы передаем мысли. Мы описываем что-то этим. И вот, конечно, самое главное, это устанавливать прилагательных связи с существительным. И, конечно, это начинается очень рано. Тогда, когда я работаю еще с именами существительными. И тогда мы говорим и о вопросах к прилагательному, и тогда мы эту связь наблюдаем. И я показываю, вот посмотрите, на 197-е внизу упражнение. Это тема. Это второй еще класс. Второй, да. Второй еще класс. А все-таки мы основательно работаем с именем прилагательным в третьем. А это второй еще класс. Но мы уже даем, вы видите, с ударением эти вопросы. Итак, опять в теме словосочетания, которая, конечно, предшествует этой орфограмме и этой теме. Конечно, в поддержных окончаниях имен существительных. То есть в прилагательном. Везде, где появляются существительные, мы обязательно работаем с прилагательным. Роль прилагательных в речи. Исследование. А для чего мне это? А для чего? И вот здесь смотрим. Леночка, дай, пожалуйста, чашку. Пожалуйста. Ой, прости, не эту, а белую. И вот я уточнила. Для чего нам нужно предлагательное? Для уточнения. Для того, чтобы сделать понятную нашу речь. И опять исследование. Опять исследование. Роль прилагательных в речи. Их образование. Исследование связи с именем существительным. Изменение по падежам. Роль в предложении. И все время в сравнении. Это что? Это волк. Волк какой? Серый. Именительный падеж. Родительный. Кого? Кого? Чего? Какого? Слышите похожие вопросы? Серого. И так далее. И продолжаю. Что самое главное. Это связь, конечно, с существительным. Существительного с прилагательным. Но, дорогие друзья, здесь очень много есть трудностей. И поэтому все трудности это как в существительном именительно-винительной родительной падеже, вы помните, у нас трудности. Так и здесь есть именительно-родительной, предложной, творительной-предложной, винительной-творительной. Конечно, вот эти все сложные случаи. Потому что остальные, в общем-то, мы здесь и работаем со сложными случаями. Потому что все остальные, кроме именительного падежа, там трудностей нет. И мы переходим к глаголу. И последнее. Что мы изучаем, когда структурируем параграф по глаголу? Я здесь написала. К чему мы можем вернуться? Только органично. Вы понимаете? Вот чтобы не было на уроке таких слов. Ой, давно, ребята, что-то не было фонетического анализа. Ну, или с буквенного анализа. Ну, и что, что давно не было? Зачем он нам сейчас? То есть та таблица, о которой вот я говорил, она делает объективным урок. Понимаете? Мы его строим. Учебник объективный. И урок строится объективно. Как вязь. Все взаимосвязано. Все одно за другим следует. Параграф за параграфом. Упражнение за упражнением. И все одно работает на другое. Это системность. Еще раз первое, то, что я говорила, системность. Итак, вот они шаги для меня. Я тут, вот этот ужас, который внизу, вы видите. Сами это все разложите уже. И весь этот ужас у нас распределяется в такие вот семь шагов. Что внушить надо самое главное? Вы их изучите. Читать я их не буду. У меня просто нет времени на это. Что здесь самое главное? Чтобы дети выходили при проверке безударного окончания. Первое. Понимать, что личные глаголы – это глаголы настоящего и будущего времени. Что нельзя проверять и устанавливать спряжение, прошу прощения, и устанавливать спряжение в глаголах прошедшего времени. В глаголе прошедшего времени есть род, есть число, но нет спряжения. Спряжение – это изменение по лицам. В глаголах прошедшего времени никакого изменения по лицам, и это я показываю в учебнике, когда им предлагаю глагол прошедшего времени изменить по лицам, Чтобы они увидели, что там получается. Почему мы говорим, что у него нет спряжения, он не изменяется по лицам. И вот мы теперь должны первое это знать, что спряжение относится только к именам, господи, к именам, глаголам настоящего и будущего времени. И для того, чтобы проверить личное окончание глаголов, я должна обращаться к личному глаголу. И это прежде всего только к личному глаголу. Третьего лица множественного числа лучше всего вам поможет. И только тогда, если когда и в третьем лице множественного числа окончание безударное, только в этом случае я обращаюсь к неопределённой форме глагола. Если и в неопределённой форме глагола глагольный суффикс безударный, я обращаюсь к словарю. Вот это вот порядок. Прямо внушите личное личным. Если личное проверяется личным, значит я проверяю уже тогда неопределённой форме. Двигаться к глаголу, конечно, начиная с первого класса, я вам показала. Потому что вот эти вот подмены идут. Вот, например, повторять, повторить. Я их тренирую на этом, на видах. Ну, или на вопросе, как вы хотите. Вот, можно вид повторять. Повторяешь, например, слово безударное окончание. Как проверить? Они говорят повторить. То есть подмена вида. И вот с видом работаю ещё с третьего класса. То есть не с самим видом, а с принадлежностью. Вот, обратите внимание, к вопросу. Это вообще первый класс. Это вообще первый класс. Солнце что делает? И я подбираю. Они рядом светят. Солнце светит. Видите, наверху, да? Я рядышком записываю слова. Я их приучаю к этим вопросам уже с первого класса. И так как я знаю все эти этапы, я их потихонечку и распределяю по всем классам. Итак, то, как вы уже увидите это. Опять, что, как вы увидите. Но есть несколько вот таких вот, дорогие друзья. Вот это вот есть. Вы посмотрите, мои хорошие. Ведь вот они видят под ударением, например, молчать. Молчать. Они видят, а значит, что это? Какое это спряжение? Какое это спряжение? Или, например, сидеть. Какое это спряжение? Ну, ясно совершенно, что это первое спряжение. Раз сидеть, еда, а они-то сидят. То есть никогда вот нельзя спряжение определять по неопределённой форме. Есть много таких глаголов, которые вот так могут подвести. Поэтому, если нужно, вы даёте, например, если вы даёте слова какие-то в неопределённой форме, определить спряжение, то тогда нужно обязательно перевести в личную форму. Личное, личное, личное. Вот это прям вбивать надо. Ну, а если уже ничего не подходит, то, дорогие друзья, конечно, это справочник. И он есть в четвёртом классе. Я его сделала. Поэтому, если не возьмёте учебник, ну, только попробуйте его не взять. Если вы не возьмёте учебник, хотя бы поройтесь в библиотеке или где-то. Найдите вот это в справочном материале в четвёртом классе во второй части справочного материала. Есть вот такой справочник, чтобы он просто лежал перед детьми. И как таблица умножения, так и это по частотности обращения. Они будут обращаться и запомнятся. Имейте в виду, по правилу проверяются только 30% орфограмм. И вот самое главное, где, как мы работаем с орфографией, вообще с русским языком. Это многоаспектное задание. Когда мы обращаемся множество, множество раз к одному и тому же. Я вам выписала очень маленькое, очень маленькое задание. Но вы посмотрите, сколько за ним скрывается. Какие виды деятельности скрываются. Всего лишь используя данные глаголы, состав слова-сочетания, в которых главным словом будет глагол в форме второго лица множественного числа. Говорим. Значит, множественное число второго лица. Говорите. Вы говорите. Вы посмотрите, сколько может получиться вариантов. Вы говорите классу. Говорите правду. Сколько падежей. И вы видите, мы здесь работаем не только с глаголом тогда, мы с именем существительном работаем. Мы опять возвращаемся... Мы опять возвращаемся к падежам. Склонению. Итак, я заканчиваю. Грамотность находится действительно на кончике пера, дорогие друзья. Да, это так. Если не будем писать... Да, я заканчиваю. Если не будем писать, то тогда ничего и не получится. Вы посмотрите, как еще мы работаем над самоаналью... Вот она, долбежка, кстати говоря. Обратите на это внимание. Как мы работаем. Все, я заканчиваю. Самоконтроль. Без этого никакая орфограмма, никакого усвоения не может быть. Самоконтроль. И, конечно, нужно чувствовать себя замечательно на уроке. И поэтому вот этим я всегда заканчиваю этим слайдом. Нужно настроение, нужна обстановка, нужна подготовка. И нужна обязательно морковка, дорогие мои друзья. Вот это самое главное. И нужно это не только ребенку, это нужно и учителю. Это тот комплект, которым я говорила. Огромное вам спасибо. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok